Девушки отдыхают 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 на Жмудзи, в том тоже двор Билевича, которые по-литевски называют Билюны. Двор Билевича стал się родовым гниаздом. Вдруг историков, двой старши сынови Билюса, Довгерт и Ивашко, были двороженами ксения Казимиря в конце XV века. Довгерт был сына Станислава и на нем заняла знания о этой линии. Также Билюс был еще трех сынов, Ивашко, Юшко и Станко. Сынами Юшки был Вацлав, Марцин и Петр. Вши они печатали себя херпом могила и дедичили маянки наданы их прадкови через Казимиря Ягельончика. Билевича, о которых писал Хендрик Сенкевич и из которых походила матка пилсудского Мария, выводил себя от правнука, шляхтица Жадейки, Марцина. В выводе родов Билевичов написано, что Уфрут в Великим Ксенствии Литевском был защищен достойностью старожитного шляхетства и пиастовал разные органы, цивильные и войсковые. Для этого слова Сенкевича о родине Билевичов будут осознаны. Документы архивальные вказуют на то, что Билевичи посидали дворы в повятах Ошмяне, Лицком, Упицком, Вилкомирском и Росеянском. Удалямся до гимназиум Юзефа Игнацкого Крашевского в Вилне в цели сбадания справы. Споткамся там с историком, который поможет отслонить таймнице. СКОНД У Сенкевича такое зацекавение с Литвой и ее историей? СКОРО ЛЮДИ ВИЕНСЕ ЧЕМНЕ СЦЕКАВАЮ ВЛАСНО РОДИНО ХИСТОРИЯ ВЛАСНОГО РОДУ, НО ТО ПАСУЮТОЙ ДО Сенкевича. ПРЕЧЕЖ ЕГО РОДИНА СИБАЛЬЗИЛА З Литвы, Докладно с Гродзенщиццызны И на ПЕВНО ТАКИ СЕНТЫМАТ МОГ ОДБИТЬ СЕЙ И в ПОВЕСТЯх. А ПОЗАТЕМ ПЕРШЕГО КОХАНА ЖОНА МАРИЯ ТЕЖ З Литвы ПОХОДЗИЛА. И ВАРТО ПРИПОМНЯТЬ, ЖЕ БАРДО ЛЮБИЛ СЕГО ТЕЩЯ, КТОРЫЙ ПОДНОІ БЫЛ ТАРТОТЫПОМ ДО НЕКТОРЫХ ПОВСТАЦИЯ ЛИТРАЦКИХ. А ПОЗАТЕМ ЕСТЦЕ, ГДЫ МОВИМ О ТРИЛОГИИ, А РОВНИЖ ЕГО О КРЦАКА СЕНКЕВИЧА, ВАРТО СПОЙТЕТЬ НА ТО В КОТЕКСЦЕ ИСТОРИИ, ИКАЯ ВОВЧАС МЯЛО МЕЙСЕ, КИДЫ БЫ УТВОРОНО. ПРЕЧЕЖ НЕ БЫЛО ПОЛСКИ, НЕ БЫЛО ЛИТВЫ. БЫЛО ТУТЕЙ ЗУПОЛНИ ИНЕ КРАЕ, ПО РОЗБИОРАХ. И СЕНКЕВИЧ ПИСАЛ ДЛА ВАЖНОЙ ИДЕЙ, В ЦЕЛУ ПОКРЦИПЕНИЮ, ДОКЛАДНИ КУ ПОКРЦИПЕНИЮ СЕРЦ. БЫЛО ПОСПОЛИТА ЗАЛЯНА ВРОГИМ, ОГРОМНЫ СТРАТЫ, АЛЕ ОДРАЗАЄСЯ, И ОДРАЗАЄСЯ РАЗМ ПОЛСКА И ЛИТВА. И ВЛАСНЕ НА ПРОКЛАДЦЕ ТЕЙ ЛИТВЫ, ДОКТОРОЙ ТЕЩ МИАЛ СЕНТЫМАТ, БОЛО ПІЯКНИ, МОЖНА БЫЛО ПІЯКНИ ПОКАЗАЦ ТІ ВАЛЬКЕ, ТЕ РОДЫ, В КТОРЫХ ЕСТЕ КУЛТУРА ПОЛЬСКА, И ТО ПОІЦЕ, КТОРОК ЕСТЬ УЖИВАЛА ШЛЯХТА, КАК МАВИЛА ТА НАССЯ ОКОЛИЧНАЯ ШЛЯХТА, НАТЬ ОПОЛЁНЫЕ ГЕНТЫ ЛИТУАНЫЕ. ВСПОЛНЯЛЕЙСЯ О РОДАХ. СИНКЕВИЧ ПИСЁ О БИЛЕВИЧАХ. ЧИ ТА РОДЗИНА МАЯКЕСЬ ПОВЯЗАНИЕ З МАРИЄ БИЛЕВИЧУВНОО, МАТКО ПИЛСУЦКИЕГО? НО ВЛАСНЕ, В ПОТОПЕ ТА ЦОРУШ БИЛЕВИЧЕ, БИЛЕВИЧЕ, И, КАК ВИЕМЫ, З ТЕГО ГОРОДА ПОХОДІ ТЕЖ И МАРИЯ ПИЛСУЦКА, ЧИ ТЫЛЬКО ВЛАСНЕ З ТЕЙ ГАЛЕНЗИ, ТА ТРУДНИ УСТАЛЯТЬ, ТАК СОНДЮ, ЖЕ НАПЕВНЕ КАЕСЬ ПОКРЫВЕНСТВО ЕСТЬ, ТО КУМОРЫ БАРДО ДАЛЕКЕ, ОЛЕ ТО РАЦІ ПРАЦА СПЕЦАЛИСТЫ ОД ГОНАЛОГИИ. КЛЮБ ВЛУЧЕНГУ ВИЛЕНСКИХ КІДЫЙ ДОКОНАЛ РЕКОНСТРУКЦИЙ ОДБИЦЯ ОЛЕНЬКИ. В ЯКИХ ОКОЛИЧНОСТЯХ И ГДЕ ТО ЗРОБИЛИСІЯ? БЫЛ ЧЕКАWY ПОМОЗ, А ЕЩЦЕ ПРИЄМНЕЙСЬ ВЫКОНАНИЕ ТЕГО. ПОЕХАЛИСЬМО НА ЛАУДЕ И СТАРАЛИСЬМО СЄ ОДТВОРЫТЬ ТАМТО ВИДАРЖЕНИЕ. ВИДАРЖЕНИЕ СТРОИ НАВИЦАЛЫ ВИІЦЕЙ ЧЕМИ ДО ТАМТОЙ ЕПОКИ. ТАТО ВИДАРЖЕНИЕ ТРВАЛО З КИЛЬКО ДНИ. НАЙПЕРВ ЄДНА ГРУПА КУЗАЦКА РУШИЛА И ЗАЯЛА ЛЮБИЧ. А ЛЮБИЧ, ТО БЫЛА ТАЯЯ УПУЩЦОНА ХАТКА, АЛЕ З ТАКИМ КРУŻГАНКИМ, КО НЕЦО НАВИЦАЮЦАЦЄ ВИДОКИМ ДО ДВОРКУ. И ОНИ ТАМ БАЗУВАЛИ СОВЕ ЗА ДВА ДНИ ФАКТЫЧНЕ. А ИННЫ ГРУПЫ, КТОРЫЕ МЯЛЫ БАРЗО ПЯКНЕ НАЗВЫ, ДОМАШЕВИЧЕ, СТАКИЯНОВИ, АЛЬБО ИННЫХ ПРОВАДЗИЛ ЮЗВА БУНТРЫМ ХРОМЫ. И ШЛИ З РОЖНЫХ ПУКТОВ, ПОЗНАЮЦ И ЗАЄЦІ ОКОЛИЦА, ПОСЯ СПОТКАЛИ В НОЦЫ, О ДЗИВО, ВОВТЦАС НЕ БЫЛО ЕЩЩЕ ТЕЛЕФОНОВ КОМОРКОВЫ, БЫЛЫ ТКО ЗВЫКЛЫ МАПЫ, СТАБУВКИ СОВЕЦКИ, ОЛЕ НАМ ДІКИ КОМПАСУ, ДІКИ ТЫМ МАПОМ УДАЛО СЄ ПІЯКНІ СЄ СПОТКАТЬ, БЫЛ АТАК И ОЧЦВИЩЕ, ПОЖЕДЫНЕК. ПРЯТЕМ ЧВІЧИЛИ ЧЛОПЦЫ, МЕЛИ ШАБЛЁ, ОЧЦВИЩЕ, НЕ ТАКИ ОСТРОМ МОЖЕ, АЛЕ ТО БЫЛА АЛЛМИНИОВА, КТОРОЕ НАВЕТ НИ НАЙГОРЫ СЄ ПРЕЗЕНТОВАЛИ И СЫПАЛИ ТЕКСТАМИ ДОКЛАДНИ, ВЛАСНИ, 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 А ВСЦСКИ ПОЛУСТАЛИ, ДОКОЛА СТАЛИ З ПОХОДНИЯМИ, НО ТО БЫЛО ПЯКНО ВРАЖЕНИЕ, ПЯКНО ПРЕЖИЦЕ, И ОЧЦВИЩЕ ДУЖО ЗМĘЧЕНИ, НЕМАЛЫ БЫЛО ХОДЗЕНИ, НЕПРЗСПАНЫЕ НОЦЕ, НОЛЕ, ТО ЕЩЩЕ БЫЛО ПЯКНО, ЖЕ ПО ТЕЙ АКЦИ, ДЕЙ ПОТОПО НА ЛЯУДЗЕ, ТАК ТО НАЗВАЛИСМЫ, ПОТОМ НАШ КЛЮБ ЕЩЩЕ БАРАСИ ЗА ЛЮДНО, ТОМ МЛУДЕЖЁ, ШКОЛЬНО, И ПОТОМ В НИХ ВРОСЛИ ВСПАНИЛИ ВСПАНИЛ ВСЕНКИЕВИЧ ПОЗВОЛИЛ НАМ НЕ ТЫЛЬКО ЕЩЕ РАЗ ПРЕЖИТЬ ТОН ПОВИСТ СВОЮ, НЕ ТЫКО ХИСТОРИЮ ПОЗНАТЬ, АЛЕ ЕЩЕ ТОН ПЯКНО ЛЯУДЕ ПОЗНАТЬ, НА КТОРОЙ ДОДЗИЩЕ СІ 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 ГРОБЫ, ГДЕ СІ НА ПИСЫ ПОЛЬСКУ И ДОМАШЕВИЧУВ, ЧИ ИНЫХ ГРОБЫ ЕЩЕ СІ 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 С СІ 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 С� Невиарзе и Немен. Веду Ксенкевича, наисленнейшим родом на Лаудзе и на Жмудзе был руд Билевичов. Однако хоромжи Оршањски считал шляхтэ лаудањску за нижшу. Называл их шараками. Удаје се на Университет Вилењски, где споткам се зазнаўцам жициорису Ксенкевича. Какие повиятния з Лијјњску малиј јјјк Сенкевич? Корене сенкевичјјцов налишу шукај на Лијјј. В архивалиях глилењске, знајдејјчох, м. архивум в историичном в Вилне, можно зналејсть лично акта походзоцциј з повиату росијсьськен у Пиќкего. И в шестнадцовичных документах выступувиј назвиско Сенкевич. Жжј. Хенријјјк Сенкевич, наш wspaniały noblista, использовал псевдониму «Литвос». О том, наверное, каждый учитель. Но, наверное, не каждый задает себе вопрос, а скот этот псевдоним? По разу, Хендрик Синкевич использовал этого псевдонима в 1875 году. И именно этим псевдонимом подписал цикл фелетону в «Газеце Польской». Очень долго поняла, что это просто выраз «Литвос», что это неизвестный термин «Летувис». И только недавно, до 5-6 лет, знаный бадач краковский Андрей Ратей представил такую хипотезу, что это имя, это имя, которое появилось в кронике Макея Стрельковского в в. 16. «Литвос» — это имя 12-го сына первого влаца литвского легендарного Вайдевутиса. Синкевич когда-либо был на Литве? В разных источниках, можно найти несколько разных хипотез, а даже даже с докладностью, что до дня описаны, где Синкевич был, и что в этом году он делал. Отец нет подтверждения того, чтобы он был в этом году на Лауде. На Лауде он мог быть только в летах 80-х. Аккурат в этом году, то есть в моменте грамдения материалов до потопа, но он аккуратно эти лета спелил за границей, тогда, когда товарищи тяжко хорей жене. Трилогия Синкевича сегодня знана на Литве, или уже анахронизмом? Я могу сказать, что трилогия не принадлежит сегодня до любых литров молодежи. Молодежь preferила одного рода литературу, но, может быть, это тоже такой прежний период, когда молодежи, может быть, по некоторым своими жизнями повернуты еще до этой литуры. Прежде всего, подобно было с Чеславом Милошем. В каком молодежном выступал как погромца Синкевича. Он учился в суде над Синкевичем. А на закончение хотелось бы цитировать такую выповедь приятеля Чеслава Милоша, поэты-шагарысты Теодора Буинницкого, который в wrесенье 1939, когда уже началась II wojна святова, сказал что-то такое читайте Синкевича Хвилях, когда будет нам сдаваться, что не дамы уже рады с вątplивостиями, с невиарой, депрессией. Синкевичем по том потопу, крыжаков или огнем и мечем. Отвратимы на Хибилтрафил карты и читайте. Затем тогда очень много научимся с ясной тважей смотреть в прошлость, повторяясь ниц то за Панем Володейовским. Добедимся на слушный спокой на речь важнейшую на равновагу духа. Синкевич может быть добрым автором на так трудные годы. Повесть Потоп, в которой Henryк Синкевич создавил как здравец. Хотя творчо Синкевич был повязан с Литвом, но нет доводов, что был на в повстаниях Листопадовым и Стичнявым. То повязание с Литвой вплнело на выбор псевдонима. Отож Сенкевич выбрал псевдоним Литвус. Цикаве тоже то, что Генрих Сенкевич послюбил Марию, церковь маршалка шляхты Троцки из Ганушишек Казимиря Шеткевича и его жены Ванды из Минейков с маянтку Дубники в поведе Виленске. По повстанию Стичнявым Казимир Шеткевич стал позбавлен маянтку Ганушишек и стал засланный на три лета на Ураль. По поврочам заслания родина не мала права замешкать на Литве и поэтому принесла себя и замешкала в Варшаве. Генрих Сенкевич замерл в Швайцарии 15 листопада 1916. 25 листопада 1924 его шчонки были принесены в Польске и похоронили в варшавском костеле Святого Яна, между аниме на погребе варшавском участвовала также делегация и из Вильна, а в Вильне одновременно также произошли урочистости погребовые. ЧАЛЬСКИ ИНТРИГУЮЩА ИНТРИГУЮЩА с которой ждал сына Юзефа. М.а. Юзеф потом стал маршалом шляхты повиата росынского. Юзеф послебил Анну Шемятовну, с которой ждал двух корей, Уршули и Кунагунды. Интересно. Уршуля послебила Людвига Пилсудского и, как вина, приказала Билевича для Людвига. С Людвигом ждал сына, Юлиуса Константского Пилсудского и, между ними, Юлиуса Константа, так как и отец маршалка Юзеф Винцент Пилсудский тоже принял участие в Повстании Стичниевом, за что был сказан на заслании на Сибир. Двор был сконфискован и владелем двора стал царский генерал Миколай Дашкевич. Генерал был самотный и последние лет его жизни о него дбал его конюшер Ян Каминьский, который после смерти генерала и стал владелем двора, который считал 4000 ха. Однако летом 1940 года Литва осталась окопована через Звязок Радзецкий. В часах Радзецких в будинках дворских działaал шпиталь, администрация колхозовая и экспериментальная стация ходовляная. И вот это помогло утрывать, оцелить этот двор от знижения целого. По отзыванию через Литву неподлеглости в 1990 году, царка Яна Каминьского отзывала двор. Ну и вот благодаря ей стараниям двор оцелел и мы можем его сегодня обсервать. Не это двор из окраста потопа шведского. Он был построен в XVIII веке и представляет стиль классический. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы надеемся, что наш программ приближал вам историю рода Билевича. В следующем программе выберем на исключение места похоронения великого ксенца Литвы Ольгерда. Мы уже рады на нашу следующую встречу. Мы приглашаем к наблюдению и любви нашего профиля в медиах общественных. Мы надеемся, что часть трилогии является вам любимым вашим любимым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова